На связи со студией Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер вооруженных сил Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Вот видим, да, украинская разведка, вероятно, установила уже личности тех, кто жестоко казнил военного, попавшего в плен к россиянам. Более того, известно уже, где произошла эта трагедия. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубенец в эфире Радио Свобода. Кстати, СБУ обещало найти каждого, кто совершил это преступление, как я помню. Безусловно, генерал Малюк слов на ветер не бросает. Я уверен, что эта история будет достаточно весомым аргументом для того, чтобы наши специалисты отработали задачу по поиску преступников, которые совершили воинское преступление. Мы с вами также помним, что воинское преступление не имеет срока давности, значит, могут пройти даже не недели, а годы, прежде чем мы найдем тех самых преступников. Но то, что мы их обязательно найдем и покараем, это для меня очевидно. Опыт в современной истории, мир имеет достаточно весомый опыт, это действие государства Израиля по поиску нацистских преступников. Думаю, что и таким образом будут действовать соответствующие украинские правоохранительные органы и спецслужбы, для того, чтобы каждый военный преступник за свои действия, либо же без действия, в зависимости от ситуации, получил должное и по заслугам. Знаете, мы знаем пример Израиля, да, как они решали этот вопрос. Я думаю, вот Дмитрий Лубенец отметил, что вот на его взгляд, да, как сказали, международных механизмов наказания тех, кто совершил это преступления нет. Я еще раз процитирую, однако такие механизмы, как он считает, есть в ИСУ и в украинской разведке. Кстати, были предположения, что российское командование и само как бы не радо тому, что это попало в сеть, о том, что об этом узнали люди, и вот этих исполнителей их могут тоже по-быстрому утилизировать в самой России. Безусловно, такой вариант исключать нельзя, но о наиболее яркой истории спецслужб, деятельность спецслужб государства Израиля, изложил в свое время в своей книге господин Бергман. Его книга называется «Восстание, убей первым». Буквально накануне полномасштабного отражения языка не начал ее читать. Кто бы мог подумать, что такая ирония нашей судьбы будет, что, собственно говоря, те методы, практики, которые использовали наши израильские коллеги и партнеры, вполне вероятно предстоит использовать и нашим представителям спецслужб. Следует отдать должность, что украинские вовкулаки, представители Главного управления разведки и сил специальных операций, прекрасно знают материал. Они не только сейчас выполняют специфические задачи в плане разведки на временах оккупированных территориях нашей страны, включительно с Севастополем и Симферополем, но и работают над тем, чтобы максимально приближать тот самый миг нашей победы. Ну а после победы начнется та самая работа, стабилизационные мероприятия, направлены на поиск, выявление и привлечение к уголовной ответственности всех военных преступников. Анна Малер, замминистра обороны Украины, считает, что публикация вот этого страшного видео именно сейчас это следствие такой, знаете, внутренней борьбы элит в РФ, что они таким образом топчут друг друга, публикуя видео таких вот страшных преступлений. Ведь такая мысль тоже, это похоже на правду, они могли бы так делать в башне Кремля между собой, да? Имеет ли место конфликт между разными силовыми башнями Кремля? Да, безусловно. Стремление дорваться до того самого финансового потока, который позволяет чувствовать себя в безопасности определенной финансовой и безбедно жить не только сейчас, но и в перспективе, заставляет представителей разных силовых структур вооруженных сил, либо вооруженных сил Российской Федерации, либо Федеральной службы безопасности, либо иных силовых структур Российской Федерации действовать максимально жестко и максимально, скажем так, с максимальной эффективностью. Возможно ли ли тот вариант, о котором говорит госпожа Малер? Такой вариант исключить, никакой он существу нельзя, потому как война всех портий вся, а в свое время в Российской империи тогда она уже проходила. Возможно ли повторение того варианта в истории современной Российской Федерации? Такого варианта исключать нельзя, потому как определенные параллели между событиями начала минувшего столетия и процессами, которые в настоящее время начинают уже проявлять себя в Российской Федерации, думаю, имеет смысл провести. По поводу исторических параллелей. В Генеральном штабе Украины сообщили, что Россия планирует начать производство крылатых ракет Х-50. Нести ракету могут бомбардировщики. Это и Ту-22, и Ту-95, и Ту-160. Из открытых источников известно, что доселе эта ракета существовала только на бумаге. Не может ли быть это, знаете, таким путинским вундерваффой, как у Гитлера, последний шанс, да, вот как Гитлера, когда он сидел в бункере и верил в новую силу, какого-то нового чуда оружия? Всякий раз, когда я слышу такого рода сообщения о том, что Россия готова производить высокоточный, высококлассный, высокотехнологическое вооружение, я задаюсь вопросом, а элементная база откуда будет браться? Безусловно, если в этом процессе подсобят российским производственникам их китайские товарищи, такой вариант исключить нельзя. Но мы увидим, насколько внимательно американская разведка следит за всеми коммуникациями между соответствующими структурами и организациями Российской Федерации и Китайской Народной Республики. То есть, масштабный слив документов, имеющий соответствующие ограничения, о котором практически каждый сейчас говорит, он является ярким подтверждением. И что для меня особенно радостно, ведь фактически источником информации, которая попала в те самые сливы, являются российские офицеры, представители, в том числе спецслужб Российской Федерации. Потому как, думаю, что та самая хорошо всем известная фраза «Я не 100 долларов, чтобы нравиться всем». Вот тут работает с абсолютной точностью и эффективностью, потому как российские силовики очень любят те самые американские доллары и готовы по сходной цене торговать в том числе государственными секретами Российской Федерации. Издание «Вашингтон-Пост» сообщает, что в начале года Китай одобрил оказание летальной помощи России и планировал замаскировать военную технику под какие-то гражданские товары. Об этом говорится в перехваченных в США данных российской разведки, которые были обнаружены в этих секретных документах. Скажите, если это так, то разведка наверняка сможет как-то опознать, что это китайское оружие. Но невозможно ведь его спрятать, как вы полагаете? Безусловно, есть определенная маркировка, есть возможности для работы соответствующих экспертных групп, комиссий, организаций, которые четко определяют страну производителя того или иного типа вооружения или боевой техники. Китайцы крайне осторожны подходят к вопросам военных коммуникаций между Пекином и Москвой. Очевидно, они все еще пытаются сохранить то самое РНМ мирового уровня миротворца. Не всегда это работает. Известно, что есть определенные коммуникации, в том числе в плане поставок средств защиты для путинских солдат. И думаю, что Китай достаточно нервно воспринимает такого рода информационные сливы. Да-да, вот в МИД Китая как раз буквально 15 минут назад прокомментировали вот эти утечки и сказали, что Китай не будет продавать вооружение любой стране, вовлеченной в ситуацию вокруг Украины. Причем такое заявление звучит уже не первый раз. Изначально китайская сторона обвинила Соединенных Штатов Америки в распространении непроверенной и фальшивой информации. Но теперь, как мы видим, все-таки информация эта имеет место быть подтвержденной. Причем источник, который подтверждает эту информацию, весьма и весьма специфический. Это представители спецслужб Российской Федерации. Именно от них информация стала публичной и известной для американской стороны. Вот всю эту неделю мы говорили об электронных повестках в России, да, но вот, видимо, электронных повесток мало. В Российской Федерации выпустили такие буклеты о службе в армии на таджикском и узбекском языках. И вот в них призывают идти на контрактную службу. Но вот, судя по всему, да, вот рассчитаны такие буклеты на гастарбайтера внутри самой страны, так ведь? Безусловно, и следует однозначно, что жители государства из Средней Азии достаточно часто пользовались этой самой возможностью. Уезжали в российские города и весят, где работали, зарабатывали определенные деньги, часть из которых отправляли своим родным и близким в места, где они проживают. Но на уровне, на фоне, вернее, той самой стагнации, экономической стагнации, которая в настоящее время набирает оборотов в самой Российской Федерации, думаю, гастарбайтеров будет оставаться в Российской Федерации все меньше и меньше, потому что финансовых возможностей у Российской Федерации, в том числе, оплачивать труд, низкооплачиваемый, по сути, труд азиатских гастарбайтеров будет меньше. Плюс активно включаются соответствующие рекрутинговые структуры и организации, в том числе и те, которых я сейчас вижу в поле окне, в части привлечения жителей стран из Средней Азии к так называемой специальной военной операции. Россия все еще пытается сохранить свой людской потенциал. Мы видим, что на первом этапе частичной мобилизации россияне использовали, в первую очередь, в качестве пушечного мяса, жителей российской глубинки, депрессивных регионов, национальных меньшинств, и не отправляли фактически на убой жителей крупных городов. Как будет далее ситуация развиваться, мой прогноз достаточно негативный для жителей городов-миллионников Российской Федерации. Люди на фронт нужны в огромных количествах. Когда мы слышим с вами заявление, мол, российская армия не способна на одномоменте переварить в кавычках, естественно, 400 тысяч российских чмобиков, я всегда думаю о том, что совсем не обязательно тех самых российских чмобиков российским генералам уже отправлять сразу в учебные центры. Да, безусловно, российские учебные центры способны поглотить и подготовить, соответственно, до 100, может быть, до 110 тысяч российских новобранцев. А вот сразу их отправить непосредственно в боевые порядки, на линии боевого соприкосновения, такой вариант возможен. История Российской Федерации до того Советского Союза помнит немало таких примеров. Вчера такая была тревожная новость. Возле машинного зала 4-го энергоблока, оккупированной Запорожской атомной электростанции, взорвалась российская мина. И при этом оккупанты старались скрыть этот факт, в первую очередь от миссии МАГАТЭ, которая там продолжает работать. Но вот россияне сделали еще такой один шаг навстречу катастрофе. Об этом должен знать весь мир. И что-то предпринимать. Безусловно, когда я думаю о международных организациях и институциях, которые призваны обеспечивать тот самый мир на планетарном масштабе, мир, установленный по итогам Второй мировой войны, то первое слово, которое мне приходит на ум, это слово импотенция. К сожалению, абсолютно большинство международных организаций, институций демонстрирует свою неспособность каким-либо образом повлиять на действия путинских солдат Российской Федерации и ее лидера Владимира Путина. И то, что происходит сейчас в районе, самый крупный на европейском континенте атомной станции, запорожная атомная станция, это, безусловно, свидетельство неспособности мирового сообщества каким-либо образом повлиять на путинскую администрацию, в том числе вот таких очень чувствительных для существования всей планеты событиях и ситуациях. Атомное оружие, она не знает ни границ, она не понимает языков, она уничтожает все и вся. И, соответственно, позиция украинской стороны о создании зоны демилитаризированы вокруг атомной электростанции, это, безусловно, очень важный фактор. Хотя, в принципе, мы изначально должны исходить из позиции следующей. Запорожье – это территория Украины. Российская Федерация является государственным агрессором, которая не имеет никаких правов, она не имеет никаких оснований для того, чтобы атаковать суверенную страну. Но, к сожалению, на сегодняшний день единственный, весомый и самый эффективный инструмент противодействия путинской агрессии – это украинские вооруженные силы, украинские силы обороны. Это единственный фактор, который способен изменить ситуацию и вернуть ощущение и чувство безопасности не только для жителей Украины, но и для жителей всего Европейского континента. – Знаете, вот была информация о том, что после взрыва этой мины возле четвертого энергоблока, насколько я правильно понял, пытались скрыть это событие от инспекторов МАГАТЭ, но все равно они об этом узнали. Вот такое заявление было у Гросси. Я хочу процитировать. «Мы живем взаймы, когда речь идет о ядерной безопасности на Запорожской атомной станции. Если мы не примем меры для защиты станции, наше везение рано или поздно закончится, что может привести к серьезным последствиям для здоровья людей и окружающей среды». И он добавил, что, очевидно, во всем этом регионе усиливается военная активность, поэтому станция не может быть защищена. Он сказал и назвал ситуацию неустойчивой. Вот он, в принципе, все правильно говорит. То, что касается станции, мы действительно живем взаймы. Но, опять-таки, знаете, постановка акцентов. Говорится вот о какой-то ситуации вокруг станции. Вы сейчас правильно сказали, это территория Украины. Это украинская станция, и на ней находятся оккупанты и агрессоры. Мне кажется, что здесь нельзя вот как-то так половинчато об этом говорить. Нужно четко расставлять точки над «и». Кто находится, где находится, законно или нет, кто агрессор, и на чьей земле это происходит. Безусловно, готовность к компромиссам, она позволяет злу разрастаться и кратно множиться. А мы помним с вами, что зло не покарано, оно вот именно кратно множится. И мы можем с вами сколь угодно часто слушать достаточно громкие, достаточно категоричные заявления наших западных партнеров, представителей международных институций, которые отвечают за тот или иной сектор коммуникации планетарного масштаба. Но если к этим заявлениям не будет присоединено никаких действий, эффективных, реальных, направленных и способствующих тому, чтобы вернуть мир на многострадальную украинскую землю, к сожалению, эти заявления останутся просто порожными. Я вновь и вновь подчеркиваю, единственный эффективный фактор сдерживания путинской агрессии в настоящее время является украинские силы обороны. И нам бы, на самом деле, чтобы процесс ликвидации военной угрозы, которую в настоящее время продуцирует Российская Федерация, нам бы еще добавить военной технической помощи в тех объемах и с теми темпами, которые необходимы тут и сейчас для украинских сил обороны. Потому что чаще всего мы сейчас слышим очень много громких, даже, скажем так, обнадеживающих заявлений от наших западных партнеров, но, к сожалению, они не всегда трансформируются в реальные, конкретные действия, направленные на увеличение того самого количества оружия, боеприпасов, техники, специфического оборудования для нужд украинских сил обороны. Мы все с вами понимаем, что мы находимся на пороге масштабного контрнаступления. Но я абсолютно согласен с позицией президента Украины Владимира Зеленского, который рационально, абсолютно рационально озвучивает свою позицию следующим образом. Украинская армия перейдет в контрнаступление тогда, когда она полностью к этому будет готова. Согласен. Тем временем в Главном управлении разведки заявили, что большинство представителей российской элиты понимают, что Россия не сможет победить в войне против Украины, но вот тем не менее они все еще верят в возможность выйти, так сказать, на ничью. Вот могли бы вы детальнее на этом остановиться? В смысле, вот они бы как, хотели забрать то, что они уже захватили, и думают, что вот это им так может просто сойти с рук? Я думаю, что ситуация тут многоуровневая. Скажем так, условные примутные пискари прекрасно понимают, что война Российской Федерации против Украины проиграна. И именно поэтому и крымские гауляйтеры, к примеру, и представители оккупационной власти начинают в спешном порядке распродавать все свое движимое и недвижимое, в первую очередь, имущество на территории Крыма и Севастополя, выезжая, вывозя определенные силы и средства, ресурсы за пределы Крыма, чем дальше в российскую глубинку. В то же самое время сейчас активизировалась российская пропаганда, которая буквально с маниакальным упорством пытается убедить жителей оккупированных территорий, что Россия пришла на эти земли навсегда, и, соответственно, никаких масштабных кардинального уровня изменений для жителей этих территорий не будет. Россия, мол, останется там навсегда. Что касается непосредственно участников, которые вовлечены в эти процессы, процессы управления Российской Федерацией, которые понимают всю глубину проблемы, с которой и сейчас сталкивается Российская Федерация, и перспективы тех самых проблем, то, я думаю, они ищут тот самый способ найти компромисс. Ведь раньше это работало, раньше удавалось коррупировать европейских политиков, раньше удавалось за счет денег принимать те или иные решения, которые способствуют, условно говоря, сохранению лица Путина, сохранению лица Российской Федерации. Но я думаю, что те времена уже канули в былое, и тут, и сейчас, и в перспективе таких вариантов не может быть. Хотя, безусловно, попытки будут продолжаться. Мы видим позицию некоторых лидеров европейских стран. Не буду детализировать, в принципе, все мы являемся свидетелями нынешней истории, она творится тут и сейчас. Очевидно, что мы прекрасно понимаем, о ком идет речь. И тут, мне кажется, важна консолидация тех самых здоровых сил, в том числе в середине Европейского Союза. Мы видим и чувствуем ту самую огромную, всеобъемлющую поддержку стран Балтии, наших польских друзей, ряда еще европейских государств, потому как они прекрасно понимают. Лишь объединив усилия, мы способны преодолеть то самое зло, даже не европейского мирового масштаба, которое в настоящее время угрожает существованию самой планеты в нашем будущем 21 веке. Вот интересная цифра появилась. Более трех тысяч российских военных обратились к информации о том, что они хотят сдаться в плен. Причем вот в марте наблюдалось рекордное число желающих сохранить жизнь. Мне кажется, что вот эту глубину проблемы, о которой вы говорили, лучше всего начинают понимать все-таки на передовой, и те, кого хотят туда бросить без необходимого снаряжения, без боевой техники на смерть. Вот для них, по-моему, эта глубина проблем самая глубокая. 140 миллионов жителей Российской Федерации. Можем ли мы говорить, что все они абсолютно отравлены той самой российской пропагандой и совершенно не понимают, что происходит? В определенной степени может быть и так, но чем ближе к линии боевого столкновения, тем скорее наступает прозрение у тех самых российских чмобиков. И, соответственно, в своем стремлении выжить, они ищут любые варианты для того, чтобы это у них вышло. Немало сообщений в последнее время мы видим об обменах российских военнопленных. Они возвращаются к своим родным и близким, к своим семьям. И выглядят они вполне пристойно, сытые, здоровые, отдохнувшие и уж совсем не замученные. Если сравнить с физическим состоянием украинских военнослужащих, которые возвращаются из российских... теории из-за российских застенок, то тут, я думаю, сравнивать не имеет смысла. Буквально одна цифра ежемесячно на содержании каждого российского военнопленного Украина расходует порядка 10 тысяч гривен. Это совокупные расходы, но, тем не менее, немалая сумма, с учетом того, что российских пленных не так мало находится в соответствующих учреждениях на территории нашей страны. Поэтому рациональный подход российских чмобиков в части сохранения своей жизни, он имеет место быть, и они этой опцией пользуются. Думаю, 3 тысячи – это не самая большая цифра, о которой перспективе узнает весь мир, потому как многие российские военнослужащие, которые в воле судьбы оказались в боевых порядках в путинской армии, действующих в рамках так называемого СВО, они хотят жить, они хотят расти детей, они хотят увидеть внуков. И абсолютно все равно, до тех самых дивных, абсолютно нерациональных и бестолковых желаний Владимира Путина, кремлевского диктатора, потому как Путин пришел, но Путин не вечен, он уйдет. А жизнь России, она продолжается, жизнь русского народа, она все равно будет, да, она будет трансформироваться, потому что Российская Федерация в том образовании, в котором она сейчас есть, она создает угрозу для существования всей планеты. Поэтому с этой угрозой нужно что-то делать. Владислав, война ведь идет не только на передовой, она идет и в киберпространстве. Президент компании Microsoft Брэд Смит на конференции Всемирный экономический форум «Семафор» буквально подтвердил версию того, что Россия через игры и геймерские сообщества пытается толкать в сеть ДЭЗу под видом, ну, например, секретной информации. Давайте послушаем цитату. Мы консультировали правительство по этому поводу. Я имею в виду, вы знаете, эта группа Вагнера и российская разведка частично используют это как место для распространения информации. Вот что произошло здесь. Вы знаете, это включало канал «Дискорд» вокруг «Майнкрафт» и другие. Как видим, используют любые каналы, даже игровую зависимость детей. Насколько, по вашему, версия Брэда Смита раскрывает тайную работу российских спецслужб? И что дальше? Будут искать агентов среди детей вообще на игровых форумах? Коллеги, мы с вами говорили о том, что ни в коем случае нельзя недооценивать противника. Противник сильен, противник технически обеспечен, и он знает предмет, в котором он выполняет те или иные задачи. Поэтому, безусловно, использование в том числе киберпространства, интернет-пространства это достаточно серьезный вызов, который стоит перед и не только Украиной, нашими силами обороны, но и, в принципе, перед всем мировым сообществом. Потому как разлагание, введение информационной войны, создание тех самых условий предпосылок, которые станут оправдывать российскому военную агрессию в отношении суверенной Украины, все эти истории имеют место быть. Тут, опять же, вопрос в консолидации, вопрос в выявлении и в купировании тех самых проблем, которые создают российские хакерские группы и иные структуры, которые отвечают за это направление работы. Мы не напрасно называем нынешнее российско-украинское противостояние гибридной войной. Она началась еще в феврале 2014 года с началом аннексии Крыма и Севастополя. И почему гибридной? Потому что кроме военной составляющей, информационной составляющей в российской агрессии является крайне важной, весьма весомой и такой, что создает немало хлопот и отравляет не только жизнь жителей нашей Украины и жителей европейского содружества, ну и в принципе она загоняет в угол, непроходимый и непродолимый угол все российское сообщество. Потому как жить в мире, где черное называется белым, добро злому, а мир войной абсолютно нерационально. Меняется база того самого восприятия реальности. И, собственно говоря, те проблемы, которые еще в Российской Федерации или тому государственному образованию, которое будет создано на его руинах, на руинах Российской Федерации, эти проблемы предстоит еще разгребать долго и долго. Ну, они будут разгребать, и мы побеждаем их на поле боя, победим и в киберпространстве. Спасибо большое вам за эту интересную беседу. Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер вооруженных сил Украины, был на Фридоме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова